Все мы постоянно тратим деньги. По этой схеме, имея всего 100 тысяч рублей, между людьми произошел обмен ценностями на 400 тысяч. Только не в один момент, а поочередно и растянут во времени. И чем больше произойдет таких сделок, тем больше будет общая сумма обмена. Вы скажете, что тут каждый что-то отдал и что-то получил, и что в этой схеме нет ничего особенного. Это верно. Но в реальности в большинстве случаев между людьми и посредниками выступает банк. В случае, если мы просто оплачиваем покупку карты, банк получает комиссию с каждой оплаты. Но очень часто люди вынуждены прибегать к помощи кредита. И от этого картина сильно меняется. Некоторые люди кладут деньги в банк, а другие берут их в кредит. В связи с этим немного изменим нашу схему. Добавим в нее банк. А наличие посредников в виде банка имеет одно следствие. Чтобы его объяснить, нарисую эту схему еще немного по-другому. Допустим, какой-то клиент положил в банк депозит 100 тысяч рублей. Банк выдал их в кредит. Оговорюсь сразу, что в реальности банк должен часть с каждого депозита оставлять в качестве резерва. А остальное он может использовать. Это называется частичное резервирование. Но для нашего примера эта роль не играет. Поэтому для упрощения упустим этот момент. Итак, банк выдал их в кредит. Заемщик купил на них авто. То есть передал деньги продавцу. Продавцу в данный момент они не нужны. И он кладет их на депозит. И дальше история повторяется. Вроде бы ничего не поменялось, да? Но мы копнули чуть глубже и видим, что в этой схеме появились долги. Банк должен людям 300 тысяч рублей, а люди банку 200 тысяч. И имея изначально 100 тысяч рублей, люди потратили 200 тысяч рублей. Если мы дальше будем продолжать эту схему, то потраченная сумма еще больше увеличится. Вот частичное резервирование, о котором я говорю, оно как раз эту сумму немного ограничивает. То есть, по сути, благодаря такому следствию банки увеличивают денежную массу. По факту получается, что это долги, но в нашей жизни мы им пользуемся как деньгами. Этот механизм называется банковский или денежный мультипликатор. Детально останавливаться на нем я не буду. Можете поискать в интернете, прочитать, например, о нем на Википедии. Там достаточно понятно все написано. Также из этой схемы понятно, что в банке нет тех денег в полном объеме, которые он должен клиентам. Если они вместе одновременно придут за деньгами, то этот банк рухнет. Да, если такая ситуация произойдет с каким-то одним банком, то его там может спасти АСВ, ЦБ. Но если это произойдет глобально, со всей банковской системой, то там уже ничего не поможет. Но клиенты приходят в банк в разное время. И банку, чтобы с ними расплатиться, хватает тех денег, которые в текущий момент другие клиенты приносят. Допустим, там на депозит или делают платеж по кредиту. Или комиссию, которую он получает. Почему вообще это возможно? Основная причина в том, что банки развились до такой степени, что практически все, все люди являются их клиентами. В том или ином виде. Вы сами подумайте, много ли в вашем окружении тех, кто не является их клиентом. Кто не оплачивает покупки карты, допустим, или кто не берет кредиты. Много таких. Уровень жизни большинства не дает им возможности обойтись без кредитов. Люди вынуждены, получается, пользоваться банками. И банки уже кажутся нам чем-то привычным. И так получается, что фактически все деньги людей находятся в руках банков. И можно посмотреть, какие прибыли получают банки, контролируя как раз потоки наших денег. Там идет постоянно движение средств. Деньги в банк постоянно приходят в виде депозитов, платежей по кредитам. И постоянно выходят. Выдаются кредиты, снимаются вклады с процентами. Так как клиентами банков являются практически все, то выходящие деньги быстро возвращаются обратно в банковскую систему. Ну, через других клиентов. Так, резюмируем. Банки – это коммерческие организации, созданные с целью получения прибыли. Используя деньги людей, они увеличивают денежную массу и получают колоссальные прибыли. При этом люди сами, ну, сами видите люди, как живут. Теперь про МММ. МММ – это касса взаимопомощи, цель которой – помочь людям изменить их жизнь к лучшему, используя тот же механизм, что и в банках – денежный мультипликатор. В чем состоит задумка? В том, чтобы развить МММ до такой степени, чтобы, как и в банковской системе, деньги, выходящие из МММ, быстро возвращались обратно через другого участника. И чтобы все те прибыли, которые получает банк, доставались самим участникам. Чтобы деньги людей, наконец, работали на людей, а не на банкира. Как это будет выглядеть на схеме? Да, по сути, все так же, как и в случае с банком. Допустим, какой-то человек решил поучаствовать в МММ. И захотел оказать помощь на 100 тысяч рублей. Он оказывает эту помощь другому участнику. Тот, допустим, покупает автомобиль у другого человека. Продавцу эти деньги не нужны, он решает оказать помощь. Ну, тут может быть не одна сделка, а несколько, там, эти деньги прошли по рукам. Допустим, этот продавец еще куда-то потратил. В итоге кто-то возвращает деньги в МММ, в другой участник. Так, эти деньги снова идут на оказание помощи другому участнику. Он, допустим, покупает мотоцикл. А продавец снова возвращает деньги в МММ. По сути, такая же схема, как мы рисовали с банками. Или можно по-другому нарисовать. То есть, с помощью МММ можно, используя одни и те же деньги, принести ценность на большую сумму разным людям. Ну, то есть, как вначале мы рисовали, где, имея 100 тысяч рублей, у людей произошел обмен на 400 тысяч рублей. При этом мы не будем иметь кредиты и посредника в виде банка. Ну, только в качестве оператора перевода, если. Но эту схему можно еще больше упростить. Часто по ошибке МММ воспринимается людьми, как организация, которая создана кем-то с целью получения прибыли. Ну, вот МММ, человек принес деньги, потом получил с процентами. Другой тоже принес деньги, получил с процентами. И вот на этом организатор как-то зарабатывает, получает прибыль, выгоду какую-то. Но на самом деле это не так. Устройство МММ открыто, не скрывается. И всем говорится, что тут деньги нигде не хранятся, никуда не инвестируются. Что тут участники переводят деньги напрямую друг к другу. Один помощь запрашивает, другой ее ему оказывает. Поэтому устройство МММ можно изобразить так. Просто много людей переводят свои деньги. То есть МММ – это не организация в привычном понимании этого слова, а сообщество людей, которые передают свои деньги напрямую друг к другу. Учитывая это, схему изобразим следующим уже образом. В тех местах, где деньги проходили через банк, у нас появился МММ. А так как в МММ участники напрямую передают деньги, то у нас в схеме есть участки, где деньги переходят, но нет никакой ответной передачи ценности, товара или услуги. Просто один человек, у которого есть свободные средства, не нужные ему в данный момент, передает их просто так другому участнику, который в них нуждается. И передает он их лишь в надежде, что ему потом кто-то также покажет помощь. И это происходит без посредника банка, без кредита. Такое образ взаимодействия позволяет одними теми же деньгами пользоваться несколько раз разным людям, создавая для них ценности. И также прибыли, которые доставались банкирам, будут доставаться участникам. Эти два аспекта дают возможность участникам получать помощь в большем размере или, грубо говоря, с процентами. Резюмируем. Эта система выгодна абсолютно всем людям. Но чтобы она работала, ее необходимо развить до больших размеров, до определенного количества участников, что сделает ее замкнутой. Замкнутая – это значит, что деньги, выходящие из нее, очень быстро возвращаются обратно через другого участника. И их снова можно использовать для оказания помощи. При этом будет неважно, какой долг у системы. Но вот в этой схеме не обращайте внимания на суммы. Это самый простой пример, приводил я. Тут, может быть, что одному участнику оказали помощь 10 других на миллион. Он его также потратил, и миллион вернулся через другого. Или наоборот, один участник оказал помощь 10 другим, которые их потратили. Деньги пошли по 10 разным сделкам и вернулись через 10 других участников уже. Тут самое главное, что участников в системе будет настолько много, что деньги всегда будут возвращаться. Я, на самом деле, немного оговорился, сказав, что чтобы МММ работала, надо сделать ее замкнутой. Когда эта замкнутая будет достигнута, система просто обретет некую завершенность. И это является целью в текущий момент, достигнуть этой замкнутой. Но она работает уже и сейчас. То есть моментально сделать ее замкнутой невозможно. Это процесс такой постепенный. Поэтому на данном этапе она нуждается в постоянном расширении, в постоянном притоке новых участников. Но откуда возьмется этот приток? Вспоминаем, что МММ – это сообщество, а не организация. Здесь все зависит от участников. Хотите, чтобы эта система, которая приносит и принесет вам еще больше пользы, работала? Или вы хотите кормить банкиров? Обратите внимание, что вокруг чуть ли не каждая вторая реклама – это реклама банков. Банкиры заботятся о своем будущем. А вы? В общем, осознанно подходите к участию. Помните, что в МММ есть большая цель – приглашать новичков, чтобы приблизить ее достижения. Изучайте устройства и принципы работы системы. И помогайте другим их понять. Рассказывайте о нашем сообществе. Причем акцент делайте не на процентах, а вот именно на пользе системы для людей. Так приглашать на самом деле намного легче. Всячески помогайте развитию. Тогда мы достигнем цели. Все вместе. Продолжение следует… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова